Проводил совещание заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. Генеральный директор МУК ККП Вячеслав Тедунков доложил, что в первом микрорайоне на турбопроводе водоснабжения обнаружен дефект. Есть у нас дефект на турбопроводе водоснабжения в первом микрорайоне. Временно подключены три жилых дома, пятиэтажки, 10-й, 11-й, 11-й, а детский сад Мишутка, первая школа и Феникс. До устранения порыва, сегодня планируем работы завершить. ФОК Десна по выходным проходит чемпионат по мини-футболу среди взрослых мужчин. Играют пять команд из Десногорска и Рославля. Команда наших футболистов средней школы номер 2 под руководством тренера МБУ ФОК Десна Олега Григорьевича Быкова стала победителем Смоленской игры по мини-футболу. В рамках проекта мини-футбол школу и в дальнейшем их ждет участие в финальных всероссийских соревнованиях. Поэтому мы поздравляем ребят, желаем им удачи, побед и достойно представить наш город на всероссийских соревнованиях. С 17 по 18 января в МБУ ФОК Десна прошли игры дивизионного этапа школьной баскетбольной лиги кайсбаскет. Играли команды южной нашей зоны Десногорск, Рослав, Ельня, Пачина, Кашумечи. И юноши и девушки Десногорска стали победителями. И 8 февраля примут участие в финальной части игры в городе Смоленске. В школах Десногорска ждут будущих первоклассников. 25 января на базе Дома детского творчества 14.00 состоится муниципальный этап инженерного конкурса по средам Жульверна. Это в рамках проекта школы Рослава. Отдел социальной защиты принимает документы для начисления ежемесячной выплаты семьям за рождение или усыновление первого ребенка. Ежемесячная выплата составляет 10.201 рубль при условии, если средний душевой доход семьи не превышает 16.767 рублей. Средний душевой доход семьи рассчитывается, исходя из суммы дохода членов семьи за последние 12 календарных месяцев. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Грипп в Десногорске не фиксировался. Субтитры создавал DimaTorzok